Оксана Аронова с подругой Еленой Сидорониной с детства мечтали водить автомобиль. И вот в канун 8 марта случилось чудо. Девушки получили водительские удостоверения. Я всю жизнь мечтала ездить. С детства, когда еще ездила с папой на автомобиль. Естественно, мечтала, хотела. И, наконец, моя мечта забылась к празднику. Я счастлива. Это как подарок. Я не ожидала, что так быстро я их получу. Оксана Аронова впервые села за руль только прошлым летом. На проселочной дороге попросила у мужа машину покататься. Понравилось. Рискнул он. Да, у меня. И с тех пор я решила, что хочу ездить на автомобиле. Прикладываю все свои усилия, чтобы не мешать на дороге другим. Быть, в общем, послушным автомобилистом. При этом начинающим водителям стоит быть внимательнее, говорят сотрудники ГИБДД. В прошлом году произошло в три раза больше аварий с участием начинающих водителей, чем за аналогичный период 2015 года. Основное нарушение – превышение скорости. Удельный вес женщин-водителей возрастает. Это с каждым годом. Это действительно так. До 40-42 тысяч ежегодно прибавляется водителей. Зависит от года в год. Здесь есть небольшие колебания. Сказать, насколько сейчас удельный вес ежегодно составляют водители женщины, в данный момент не могу. Но в любом случае, если это раньше были в состоянии 2-3-4 процентов, то сейчас эта цифра идет на десятки процентов. С 1 сентября прошлого года заработало новый административный регламент по приему экзаменов в автошколе и ГИБДД. Получить водительское удостоверение теперь стало сложнее. По мнению дорожных полицейских, эта мера позволила снизить аварийность и повысить культуру вождения самарских автолюбителей. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.